Итак, коллеги, приветствую! Спасибо, что нашли время подключиться к нашему мероприятию. PowerClub – серия интерактивных технических образовательных семинаров, посвященных платформе IBM Power Systems. Сегодня мы подготовили доклад к демонстрации Live Partition Mobility. Live Partition Mobility – компонент аппаратной функции Power VM Enterprise Edition, функция динамической миграции серверов IBM Power 6, 7, 8, 9 и уже 10, доступная с 2007 года, которая обеспечивает возможность перемещать логические разделы AX, IBM i и Linux из одной системы в другую. По концепции он похож на VMware и VM Motion. Процесс мобильности передает системную среду, включая состояние процессора, памяти, подключенные виртуальные устройства и подключенных пользователей. Live Partition Mobility также используется для предотвращения простоев при плановом обслуживании серверов, для балансировки нагрузки между несколькими серверами и для экономии энергии. Далее более подробно расскажет и покажет вживую, как это работает Игорь Каковкин, консультант в Lab Services по решениям SAP HANA, Idea Analytics, HPC, HR, DR Solutions. Игорь, тебе слово. Коллеги, добрый день. Сейчас я расшарю презентацию. Мы с вами посмотрим демонстрацию затем. Пока видим в окошке. Сейчас уже полностью видно презентацию. Да, полностью видно и слышно прекрасно. Отлично. Дмитрий уже пару слов сказал о том, что такое Live Partition Mobility. Я немножко глубже погружусь в эту тему. Расскажу вам, покажу о том, что это такое. Соответственно, в настоящее время большинство приложений и баз данных поддерживают технологию Live Partition Mobility. Такие технологии, как SAP HANA, сертифицированы для работы с LPM и многими другими технологиями IBM Power. Технология для, в частности, SAP HANA была сертифицирована уже года 2-3 назад. С успехом используются заказчиками. Работают даже для достаточно больших баз данных успешно. Следующий слайдик. Ну, как Дмитрий уже тоже сказал, в основном, конечно, LPM применяется для планового обслуживания оборудования. Допустим, если вам надо какой-то сервер вывести на время из эксплуатации для обновления каких-то физических компонентов, для замены, допустим, дисков, карт, процессоров, добавления памяти физической и так далее, то потребуется остановить сервер полностью. Для некоторых заказчиков это невозможно сделать, потому что, допустим, в банках пользователи все время должны иметь доступ к своим личным кабинетам, еще что-то. Соответственно, остановить невозможно. С помощью LPM можно перенести разделы с приложениями или базными данными на другой такой же PowerServer без или с небольшой просадкой по производительности, какие-нибудь оффлайновые часы это сделать, освободить сервер, на сервере выполнить необходимые работы и затем ввести его в эксплуатацию и перевести нужное приложение или нужную базу данных обратно на этот сервер. Иногда бывает такая ситуация, что у нас на каком-то сервере очень сильно загружены процессора или не хватает памяти. Таким образом, мы можем тоже с сервера вынести какие-то разделы на другие сервера и освободить нужные ресурсы на текущем сервере либо перенести тот раздел, который требует больше ресурсов на какой-то другой сервер. Есть вариант использования LPM для миграции. Допустим, заказчик покупает какой-то новый сервер, более мощный или более современный, и на него требуется перенести ряд разделов со старого оборудования. Потенциально можно переносить разделы даже с Power 7, но, правда, не напрямую, а сначала надо на какие-то более старые там Power 8, Power 9 перенести, а потом уже на Power 9, Power 10. Это связано с рядом ограничений, которые у нас современные HMC окладывают, поскольку последние версии HMC уже не могут работать с Power 7 серверами. Я вот знаю некоторых заказчиков, которые LPM, допустим, используют вообще фактически в течение рабочего дня. То есть часть нагрузок, допустим, с утра переезжают на другие сервера, и днем они работают на одном железе, а ночью, когда выполняются батчи, переезжают на другие сервера. Таким образом, балансировка нагрузки выполняется на ежедневной основе просто составленной у людей расписания, и по этим расписаниям сервера между железом ездят. Потенциально такие сценарии можно написать как скрипты, но есть и специфичный софт, который это позволяет делать в графическом режиме, о котором я вам расскажу чуть попозже. К сожалению, стандартный функционал, который предоставляет HMC, не позволяет двигать несколько разделов одновременно. И если вам надо передвинуть большое количество разделов между серверами, то, естественно, надо писать какие-то сценарии в виде скриптов, как правило, такие сценарии делаются, ну, либо с применением специального софта. Если, допустим, вам надо передвинуть вручную десяток разделов, а если сотню, представляете, сколько нам потребуется времени и кликов для такой работы. Это, поверьте, будет очень долго. Да, вот есть еще технология помимо LPM, есть еще удаленный рестарт. Тоже технология основана на том же принципе, только фактически перезапускается раздел, не работающий, допустим, по каким-то причинам. Раздел стал недоступен, эльпар погашен, да, там сервер, может быть, перестал функционировать или что-то, то удаленный рестарт из холодного состояния возможен на другом сервере, в другом, допустим, цоде. Вот. К сожалению, SSR, он работает только из командной строки. В HMC такой функции вы не найдете, поэтому требуется опять же писать скрипты либо пользоваться сторонним приложением. Так же, как и LPM, о чем Дима говорил, Simplified Remote Restart, он входит в состав PowerVM Enterprise Edition. В настоящее время все сервера Power9, Power10, они комплектуются лицензией PowerVM Enterprise Edition. То есть, насколько я помню, не Enterprise Edition, там стандарт или экспресс, они очень-очень давно уже не продаются. То есть, фактически у нас PowerVM остался только в одном виде, в одной лицензии. Поэтому докупать какие-то специальные лицензии для того, чтобы использовать LPM и SSR нам сейчас не требуется. Какие еще продукты могут использовать технологии LPM и SSR? PowerVC, это такой продукт, точнее даже серия продуктов для развертывания частных облаков. У него тоже есть специальные кнопочки, с помощью которых можно использовать данные технологии. PowerVM Recovery Manager, H.A. и PowerManager DR. Это тоже отдельные продукты IBM, которые специально предназначены для обеспечения высокой доступности и катастрофоустойчивости с помощью технологии LPM и SSR. Да, извините, я немножко оговариваюсь. Так. И еще несколько инструментов, с помощью которых можно использовать LPM. Соответственно, WebGUI и CHMC, как я говорил, можно выполнять LPM по одному разделу. Верификация и движение самого раздела между железными серверами. Из командной строки HMC тоже можно сделать это. Можно писать специальные скрипты, которые будут обращаться к HMC и выполнять там ряд команд. Можно использовать из PowerVC и есть еще дополнительно такой интересный инструмент, который я вам сегодня продемонстрирую. Это LPM Automation Tool. Инструмент написан специалистами IBM Lab Services несколько лет назад. Ну, достаточно давно уже, я бы сказал, написан. Ему уже, мне кажется, лет шесть или семь. А, возможно, даже и больше. Я с ним, по крайней мере, познакомился где-то примерно в 2015 году. И вот с тех пор он активно развивается. Последний релиз, мне кажется, вышел как раз этим летом. Мы его как раз и посмотрим. Да, какие пререквизиты вообще нужно выполнить для того, чтобы LPM или SRR работали у нас? Это прежде всего проверить версию HMC. В принципе, последние версии HMC фактически все поддерживают LPM. Проверить совместимость микрокодов. То есть, у всех серверов, на которых планируется использовать эту технологию, надо проверить, что микрокоды между собой совместимы, что микрокоды стоят относительно свежие. Нету никаких у нас проблем с совместимостью. Есть специальная табличка. Ссылка будет в этой презентации. По этой табличке можно легко понять ситуацию с вашими микрокодами. Да, требуется проверить, что Logical Memory Block одинаковый для всех систем, которые будут участвовать в перемещении разделов. Проверить наличие достаточного количества процессоров, памяти на целевом сервере. Если вдруг их недостаточно, то вам на этапе верификации будет сообщение об этом. И надо будет просто передвинуть какой-то раздел или сократить ресурсы на каком-то разделе, чтобы ресурсов стало достаточно. Проверить, что Mover Service Partition у нас назначены. Они назначаются на вирусах. Как минимум один MSP должен присутствовать на целевом сервере. Лучше, чтобы их было два. Перемещаемый раздел не должен иметь никаких физических адаптеров, которые к нему прицеплены. Либо даже, я бы сказал, виртуальные адаптеры, ну, виртуальные библиотеки тоже считаются за адаптеры, и, соответственно, их надо будет удалить перед перемещением. Все ресурсы у нас должны предоставляться виртуализируемые, то есть это должны быть виртуализированные диски, виртуализированная сеть. Допускается использовать VNIC, SRV адаптеры, ну, в общем, они не считаются у нас как железные. RMC должна работать как на вирусах, так и на разделах, которые мы собираемся перемещать. Причем RMC должна работать как на источнике, то есть откуда мы перемещаем, так и на таргете. Если какие-то проблемы с RMC обнаруживаются в процессе валидации, то надо их будет решить перед началом миграции раздела. Вот здесь вот я привел все требуемые на сегодняшний день инструменты и ссылки для того, чтобы нам успешно провести верификацию и проверку совместимости всех версий в системе перед началом Live Partition Mobility. Тут небольшое описание на этих слайдах тоже такое, какие специализированные инструменты у нас есть. Это как раз преимущество LPM Automation Tool. То есть мы фактически за несколько кликов можем перемещать большое количество разделов, составлять автоматизированные планы и выполнять движение большого количества разделов. Я предлагаю не останавливаться на теории, а перейти плавно к уже практическому демонстрации, к тому, как это все происходит, посмотреть это, пощупать руками. Дальше можем небольшие еще комментарии и вопросы судить. Так, сейчас переключаюсь уже на саму демку. Давайте начнем, наверное, с ручного перемещения. У нас есть в демо-центре, в клиентском центре бывшем, несколько серверов и несколько разделов, которые я специально подготовил для демонстрации. Один из таких разделов – это LPM 0, который у нас работает сейчас на Power 8 сервера 91.19 MHE. Это большая система интерпрайзная с большим количеством процессоров и памяти. У нас есть раздел, можем посмотреть более внимательно его параметры. На этом разделе у нас сейчас… Так, сейчас мы на него перейдем. На нем сейчас процессора памяти. у нас сейчас 8 гигабайт памяти. Я специально сделал не очень большие разделы, чтобы они у нас двигались побыстрее. И на нем всего лишь один… Ну, два процента… Два физических один… Или наоборот виртуальных и физических, да. Вот. На нем нет у нас никаких физических адаптеров, как мы видим. Я специально все заранее удалил, чтобы у нас демонстрация занимала не слишком много времени. Так. Берем раздел. Выделяем его. Говорим actions. Идем в view all actions. И говорим mobility validate. Таким образом, мы откроем окошко partition validation… migration validation. На нем выбираем сервер, куда бы мы хотели переместить данный раздел. Ну, допустим, выберем P3. Тоже Power 8 сервер. Больше никаких опций мы сейчас не будем выбирать, потому что, в принципе, никаких проблем я не предвижу. Партиции оптимизированы для работы. Так, 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 секундочку… Давайте навсегда еще откроем окошко… Если я не ошибаюсь, это как раз его… Это вот как раз тот раздел, на котором… мы будем мигрировать… Если я не ошибаюсь… А, это у нас AX, да. Это же у нас AX, это у нас немножко другая команда, да. Так, LPM02… Так, а мы будем мигрировать… LPM02, да. Мы его и будем мигрировать. Давайте мы посмотрим, что у нас творится на разделе. Включим TAPAS и отправимся на валидацию. Отправим раздел на валидацию. Как видим, никаких дополнительных ресурсов у нас не потребляется на разделе. Ну, все как-то так… Появились некие ворнинги… Если у нас есть ворнинги, то это ничего страшного. Значит, раздел можно мигрировать. Давайте посмотрим, что нам пишет Validations. У нас нету memory mirroring на данном сервере, на таргете. Но это потому, что у нас сервер не энтерпрайзный, на который мы поедем. И некие слоты у нас не могут использоваться. Ну, ничего. Мы закрываем окошко. О сообщениях. И смотрим, какие у нас опции здесь предлагаются. То есть, мы видим, что у нас будет использоваться два виртуальных Fiber Channel адаптера через Virus 1 и через Virus 2. То есть, у нас будет сохраняться мультипассинг на уровне вирусов. В эсказе у нас будет через один только переноситься. В принципе, можно его вообще отключить, но мы этого делать не будем. Пусть будет так. И никаких больше проблем я не вижу. Нажимаем Migrate и раздел у нас будет перемещаться некоторое время. Давайте посмотрим, что происходит у нас на экране, на самом разделе. Как видим, никаких особенных тоже нагрузок, изменений в нагрузке или изменений в доступности мы не видим. В зависимости от количества памяти и процессоров, которые отданы разделу. Раздел может двигаться от, допустим, 5 минут до нескольких часов для очень больших разделов. Мы видим теперь, что появилось сообщение Partition Migration in Progress в Tapaz. Здесь у нас уже переехало 70% раздела на другую серию. 96% Все, видимо, миграция закончилась, потому что пропало у нас сообщение в Tapaz, что миграция в прогрессе. Хотя HMC нам до сих пор показывает, что миграция еще выполняется. Ну, видимо, на каком-то этапе. Все, здесь у нас полностью полный успех. Так, вот мне пишут, что какие-то проблемы были с WebEx. Я так понимаю, это только у Никиты. У меня на самом деле было сообщение, что ресурсов на моем ноутбуке недостаточно. И он мне даже предложил видео отключить, но вроде пока больше таких сообщений не появляется. Итак, вот миграция закончилась. Мы сейчас находимся уже на другом сервере. Давайте посмотрим Lparstat. Так, я отключил Tapaz. Как видим, мы не... Сессия SSH-сессия не прерывалась. Мы все видели. Так, вот теперь эта партиция у нас отсутствует на 91.19. Давайте мы зайдем на тот сервер, который был таргетом. И мы видим этот раздел в списке партиций. Вот он у нас появился здесь. Как мы видим, у нас здесь несколько разделов, подготовленных под LPM. Есть раздел с AX, два раздела с AX и есть один раздел с SUSE Linux. И следующий момент, который я хотел бы показать, это как раз момент такой, что у нас есть инсталлированный PowerVC, на котором мы тоже часто работаем с коллегами в клиентском центре. И через этот PowerVC тоже мы можем управлять разделами, в том числе можем выполнять Live Partition Mobility. То есть вот у нас есть такой пункт в меню. Мы выбираем раздел, выбираем, нажимаем кнопку My Grade и он нам предоставляет варианты, куда мы можем переместить данный раздел. Вот у нас есть два сервера, на которые мы можем переместить. Чем PowerVC удобен в этом плане, то что он проверяет тоже по своим настройкам некие пререквизиты. То есть есть ли нужный VLAN на серверах, есть ли, допустим, нужное количество ресурсов для перемещения раздела, включены ли MSP на других серверах и так далее. То есть он делает некие предварительные проверки. И мы можем, допустим, сейчас также взять и выполнить LPM с помощью PowerVC. Нажмем кнопку My Grade, он, соответственно, сам автоматически проведет валидацию. Мы об этом даже вот с вами не видим сообщение, что он проводил какую-то валидацию. Если вдруг валидация не пройдет, то нам, естественно, PowerVC выдаст сообщение, что валидация не проходит, надо устранить некие проблемы. Так. Что там? Спасибо. Мы сейчас зайдем на это проделатель. Коллеги, если в процессе демонстрации там возникают вопросы, то пишите их в чат, или можем включить микрофон, но об этом тоже нужно написать в чат, чтобы задать голосом вопросы. Извините, мне тут заказчики звонят. Так, ну вот, видимо, уже... Вот у нас сообщение появилось, что Migration in Progress. Видимо, прошла валидация. При валидации, соответственно, у нас Tapas сообщение Migration in Progress не выдавал. Как только валидация прошла и началась сама миграция, то появилось сообщение в Tapas. Раздел тоже маленький, поэтому он достаточно быстро переехал. И мы видели с вами это сообщение Migration in Progress буквально одну минуту. Ну все, у нас миграция закончилась уже. Вот нам PowerVC выдал сообщение. Так, PowerVC выдал сообщение, что миграция завершилась успешно. Сейчас мы посмотрим, где это. Messages. Вот. Migration of virtual machine LPM 01 from host P3 на host P1 была выполнена успешно. Так что смотрим Hardware Management Console. Да, мы видим теперь, что у нас количество разделов, помеченных как LPM, уменьшилось. У нас остался LPM 02 и LPM SUSE на машине P3. А, соответственно, на машине P1 у нас этот раздел уехал. Вот он, вот он теперь этот раздел у нас здесь. Так, теперь я хотел бы продемонстрировать вам тот самый Live Partition Mobility Automation Tool, который у нас есть, который был написан специалистами IBM Lab Services. Это вебовская утилита, которая имеет достаточно современный такой интерфейс. Ставится на какой-нибудь хост, который у нас есть с небольшим количеством ресурсов. Хост может быть как виндузовый, так и линуксовый. может ставиться на AIX. То есть любая платформа, в общем-то, поддерживается. Особых требований к этому разделу у нас нету. Нужен просто минимум требований, чтобы была развернута операционная система и установлена Java. Седьмая, восьмая, в общем, особо не принципиально. Затем разворачивается архив и запускается приложение. Аутентификация может быть с помощью пользователя. Также можем прикрутить это к LDAP или к Windows Active Directory, допустим. Инструмент выглядит примерно вот таким образом. Это последняя версия, которая, как я говорил, была уже зарелизена этим летом. В общем-то, достаточно просто, все наглядно. Для того, чтобы выполнить Live Partition Mobility, то есть смигрировать разделы, нам достаточно перейти в раздел LPM Move. Вот мы сейчас это и сделаем, да. Выберем сервер, на котором находятся нужные разделы. Вот, допустим, выберем P3, на котором у нас есть два раздела. И выберем разделы, да. И выберем, допустим, P1 и выберем P4. Выберем кнопку. Так, я что-то тут у меня закрывает мое окошко. Перемещу его. Кнопку Next. Здесь тоже есть разные опции, но мы их использовать не будем. У нас разделы, в общем-то, все перемещаются без ошибок, поэтому ничего дополнительно выбирать не требуется. Есть какая-то ошибка у нас, я не знаю, с чем она связана. Скорее всего, потому что она у тебя не активирована. Возможно. Давайте посмотрим сейчас. Посмотрим, что у нас с разделами с этим. Так. LPM 0. Его кто-то выключил, да, наверное. Да, он у нас не активирован по какой-то причине, кто-то его выключил за ненадобностью, наверное. Я даже не обратил на это внимание. Давайте мы его поднимем. Вот у нас наглядная ситуация с проблемами. В любой демонстрации должна быть ложка дегтя. Сейчас подождем пока. Поднимется. И попробуем еще раз. Выбираем. Выбираем. Выбираем нужные нам разделы. Посмотрим, что у нас творится. Вот. Суси, да. Какой-то адрес я не помню. Честно говоря. Сейчас он поднимется и должен написать там какой адрес. Ну, видимо, RMC как-то не до конца отработал, возможно. Давайте попробуем рефреш сделать. Посмотрим его сейчас на PowerVC. PowerVC. Пусть 15. Я думаю, что это вот 54-й. Идентифицируем. Хотя я могу. Пусть 15. Пусть 15. Идентифицируем. Угу. Посмотрим. Идентифицируем. Да. Да. Это вот... Нет. Не оно. Одна попытка. Да. Тоже. Тоже что-то. Ну, в общем, ладно. Суси. Мы раздел подняли. Так, он у нас работает. И давайте их переместим еще раз. Попробуем. Да. Вот он нам подсказывает, что надо выбрать destination. Мы выбираем P1 и P4. Проводим еще раз валидацию. Попробуем. Попробуем. Посмотрим. Так. Опять у нас failed. Что-то пошло не так. Ну, давайте пока переместим LPM 2. А потом посмотрим, что у нас еще с тем разделом не так. Хотя пару дней назад он прекрасно перемещался. Ну, благо у нас есть еще 15 минут, которые мы можем использовать. Я захожу на эту самую. Попробуем. Так. Надо посмотреть, что это за раздел. Режим. Так. А у нас понятно. У нас не работает RMC. Вот в чем проблема. Возможно, IP-адрес, который на этом сервере стоял, он был занят каким-то другим разделом, который сейчас коллеги используют. И интерфейс не поднимается. Давайте сейчас это поправим. Каждый день ведь что-то меняется в нашем инвайроменте. Мы же не стоим на месте. Опа! Интересное кино. У нас вообще нет интерфейса. Куда-то пропал. Так, давайте попробуем, может быть, другой объект использовать. Используемся. Смотрим. Что-то пошло не так. Пропала настройка сети. Оба нод активы. Сейчас попробую. Пропала. Пропала. Мне хотелось показать вам, что у нас и Linux переезжает. Видите, какая-то вот такая вот... Сегодня не проверил. Думал, что все работает. Заминочка небольшая. Но зато мы, видите, с вами решили проблемку. Решим проблему и покажем, что это, в общем-то, все несложно делается. Решим проблему и покажем, что это, в общем-то, все несложно делается. Решим проблему и покажем, что это, в общем-то, все несложно делается. Решим проблему и покажем. 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 Спасибо. 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 Вот. Видим, что все разделы работают. lpm. Оба раздела на p1 сейчас находятся. Можем их куда-нибудь передвинуть. Видим lpm return. Можно зайти, да. выбрать и чин си и вернуть допустим но вот к сожалению не получается да у нас сразу вот еще есть а у нас вот есть линуксовый кстати раздел ансибалла б2 вот мы его сейчас тоже можем переместить на p1 он кстати тоже у нас вполне себе рабочий это линукс я кстати на него заходил все в 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 но есть ток как мы видим раздел работает сейчас мы его передвинем старт муки как видим раздел вполне себе живет своей жизнью даже не замечая что он куда-то движется с одной железки на другой принципе такая же картина будет если разделы под нагрузкой пользователи как правило ничего не замечают особенно если у нас разделы в общем-то перед и перемещаются между равноценными по производительности в серверами видим что у нас здесь есть бегунок тоже который отображает процесс передвижения раздела между серверами коллеги пока идет процесс есть время задать вопросы да давайте я с удовольствием отвечу на ваши вопросы пока не вижу но как обычно это наш вебинар будет записан уже записывается и выложен свободный доступ во время можно будет его поднять посмотреть что-то подчеркнуть вот никита спрашивает как много заказчика используют lpm никита на самом деле достаточно много и в россии и за границей периодически мы видим что заказчики даже не обращаясь к нам использовали lpm для миграции на новое железо я не буду название заказчиков говорить вот но если обратишься персонально наверно могу рассказать в соединенных штатах вообще как бы очень большое количество используют во первых сам lpm во вторых вот этот вот automation tool он пользуется громадной популярностью особенно у заказчиков у которых большое количество железо нашего у которых там сотни разделов и как я говорил этот лпм тул он используется автомашин тул используется для составления расписаний как по которым разделы передвигаются между железными серверами игоря как лицензируется автомашин тул амплит я еще вот хотел на одной фишки вас акцентировать то есть если мы зайдем на сервер мы сейчас на этом сервере имеем все разделы которые были использовались нами в демки для перемещений так вот не помню какой исполняться был который мы сейчас перемещали спор ансболного и мы можем опять же его передвинуть на какой-нибудь по 3 игорь вопросу про лицензии как лицензируется автомашин тул значит автомашин автомашин тул лицензируется по по штучно но просто по заказчику да то есть он стоит каких-то денег не очень больших но по крайней мере по американским день деньгам это вообще какие-то копейки в россии к сожалению я знаю только одного заказчика который его используют и соответственно в общем то ну тоже не очень насколько я знаю можно запрос сделать на стоимость честно говоря стоимость лицензии не сдавался ну как бы вопросы особо особо не изучал но если будет интерес то можно будет для конкретного заказчика уточнить ну вот здесь вот мы можем видеть что валидация опять для линукса у нас почему-то не прошла сразу не знаю почему не будем сейчас уже времени немножко разбираться но мы видим что сервер но автомашин ту нам предлагает балансировку нагрузки и распределить партиции по разным серверам да мы можем как начать миграцию сразу так и сделать некое планирование этой операции на какое-то определенное время если мы нажмем кнопочку да то у нас есть возможность допустим сделать на определенное время да то есть на 305 допустим запланируем этот муж и в это время у нас произойдет миграция раздел игорь вот тут еще появились вопросы как обстоит дело с безопасностью при использовании пм открытым каналом связи значит естественно все данные которые передаются между серверами это данные как правило все таки которые передаются внутри локальной вычислительной сети все естественно данные они коммуникации между разделами и между HMC это протокол SSH соответственно это шифрованный протокол что касается самих непосредственно данных памяти то в общем то ну по крайней мере вот на последних наших полудесятых серверах они шифруются самим они шифруются самим процессором насколько я понимаю что касается ремоут рестарт то фактически там никаких данных между разделами не передается идет коммуникация то есть на одном сервере у нас партиция погасилась на другом она поднялась из локального репозиции ну как с локальных дисков то есть передачи какой-то шифрованной информации или не шифрованные не происходит по сути дела а игорь а какие конкретно операционные системы поддерживать работу с лпм нужно ли устанавливать дополнительные программные продукты значит никаких дополнительных программных продуктов не требуется если вы используете HNC то этого достаточно никаких агентов на разделы не ставится достаточно только того чтобы операционная система была установлена и были выполнены пререквизиты о которых я говорил заранее операционные системы соответственно это айкс а а а с 400 линукс и соответственно патхат суси бунту ну вот с какими-то дополнительными линуксами я не экспериментировал возможно будет работать и дебьян и какие-то другие линукс которые могут быть установлены на IBM power но каких-то сертификаций и тестов у меня не было ну то есть те которые официально поддерживаются IBM те точно работают понятно мы уже к сожалению вышли за время отведенное для этого вебинара вот поэтому вопросы если будут появляться еще зла не задать то задавайте это по почте все координаты у нас есть презентации вот от себя хочу сказать да что если хотите узнать предстоящих событиях или посмотреть записи прошлых мероприятий то вступайте в метап группу и сообщество айкс портал тоже кстати есть все в презентации вот на этом я думаю у нас все на коллеги спасибо за внимание презентация им у нас будет доступна по запросу или же она будет как-то приотачена она лежит у нас боксе в общем бокс если кто-то не сможет попасть то обращайтесь ко мне я добавлю список тех кто сможет туда попасть и соответственно посмотреть это будет работать соответственно и для внешних заказчиков которые были у нас сегодня на презентации для внешних заказчиков у нас выкладывается на и есть youtube на youtube и на x-портал все записи туда тоже выкладываются так что можно любым способом найти записанный нужный вебинар коллеги спасибо за внимание надеюсь было интересно если будет интересно какие-то дополнительные опции посмотреть можем сделать более детальный разбор полета и какие-то более детальные демонстрации если провести семинары или воркшопы тоже обращайтесь с удовольствием подготовим и пригласим на эти мероприятия все спасибо за внимание до новых встреч до свидания всего хорошего всего хорошего всего хорошего всего хорошего всего хорошего всего хорошего